всем привет вы на канале fox tail с вами катерина а это продолжение блэкбук что отправимся в путь с тобой в путь дорожку нам с тобой пора в путь дорожку за пояска смотри пехать нам с тобой не перепихать и при этом у нас с тобой ничего нету по травушкам муравушкам пахилушка короче если какой-то бой будет это будет тяжело для начала мы с тобой отправить пожалуй книжнику иногда этот странный мужик продавал заговор деду егоров путь в путь давай в путь пойдем может она что-то тоже продаст интересно не знаю но мне бы хотелось хилищих трав или найти вы хотя бы по вашей коже признак присутствия нечистой силы выглядываетесь вокруг компанию вам составляет только гудящая тишина внезапно из мрака делает шаг незамеченная вами фигура это книжник торговец заговорами странное место если честно выбрал среди лист книгами торговать кто там читать сороки будут да белочки давай поговорим какова твоя мудрость нисходящие свыше или земная бесовская сбросить умение не а кстати надо посмотреть может нам там еще умение с тобой повысилось потому что мы с тобой так андрейку андрейку дистрофика завалили хорошо и посмотрим какие заговоры есть а ну ключи книги все это понятно ничего покупать не буду потому что денег у меня мало травы муравы ты не продаешь до книжник такой ну ладно давай я пойду дальше давай я просто пойду дальше бесполезно сходили только лишние версты отмотали сегодня нас помощник кстати дед егор снижает атаку на 4 минимум он сглазывает сглазывает сами как было светится подожди принятия пальцем пока смотри на карте видно один глаз светится прикольно николай у нас ушел отдыхать небольшой лес раскинулся прямо на тракте от вильгарта 5 пентек короче идем сюда сколько у нас отдыхает дед егор год коля ты пока не ходок сиди дома на печи готовить сухари страх холодный поступью заходит в вашу душу среди лесных трав лежит разложившийся до неузнаваемости труп на его в полы груди вы видите старый деревянный крест крест забирать давай похороним покойник во первых это по-христиански так сказать во вторых ну ну давай его похороним мало ли вдруг он зомби станет будет ходить нам это не надо могилу и сталкиваете в нее похоже а минус а затем читаете молитву и продолжаете с минус один грех сталкиваете в нее покойник почему нельзя было аккуратно переместить я просто картину представляю что подхожу к покойнику тут разлегся на тебе пинка и он могилу скатывается как то вот как то вот так вот ну допустим допустим мы с тобой сходили а тут бывали а сюда мы с тобой не ходили давай лог крестьяне в этом лагу заметили нами небольшой вихрь и попросили проверить войну блин а там черти стопудово свадьбу свою справляет бегают рогами вот так вот машет машет отсюда ветер ветер и птицы с испуганными криками улетают прочь в вашу сторону движется вихрь полный ветвей и дорожной пыли давай деда егора о помощи попросим так сказать я любила помощь николая принимать поэтому дай посмотрим что дед егор нам скажешь ваш наставник вытаскивает нож из-за пазухи и бросает его прямо в вихрь ветер стихает а на его месте появляется стая разъяренных чертей я же говорю это черти своими рогами вихрь создавали он в них ножом кинул они подумали давай танцевать нападать блин свадьбом чертяв скую спорта биться будем а я постаралась бы не биться ох дед я гор я горну ты бесполезен дед егор вот этого давай так насколько у нас тут 21 неплохо чё нас там все все полном полно а вот а чё у черта смотри у того другого черта который слева право с другой стороны в общем зале у него на пузе глаза светится у него внутри черта сидит черт ребенок и смотрит на нас ты прикинь ты смотри кузатый чертила в ой делал я говорю он рожает так вывалить надо вот этого было нифига стаку на нашесть бьет у нас там чё у нас там ничего хорошего пока нету давай халай махалай ну как бы так пусть будет смотри да вот сейчас он сейчас рожать не будет но он нам уже родил 1 эти игры он глаза глаза светятся я же могла тебе мышкой показать сразу и сообразила черти вы вот офигели я понимаю что у вас тут туса было и мы нарушили мы могли мимо пройти но дед егор ножами начал бросаться как бы да я понимать немножко неадекватно с его стороны но не вижу у тебя мода а подожди давай вот так погоди погоди моя хорошая если так на 3 1 жизнь останется этого мы добьем сразу ну что того убьем что того убьем но это может опять родить кого-нибудь типа такого типа такого но тебе было бешник на тебе было бешнику и так мы всегда били мы красавчики ты один остался новорожденный а еще и тогда как кошка такая шеи на тебя шею на тебя надо кстати 9 13 ага ага можно было бы зачем а пусть так будет купить еще карты я зашла короче там можно еще докупить карту вот неплохие я уешечку можно в к вруксе побольше напихать и еще что то но я не знаю сколько пряха денег сейчас потребует с меня поэтому я пока их не трачу ай больно было чертила не доделано будет я гор что там у нас 9 нормально ним чем нас не пробил ничего нам плохого не сделал все как-то вот мы с тобой так прошли прошли и хорошо хорошо если бы трава мурава какая-нибудь было бы росла бы вот красота я возьму конечно бабку мандаланку да мне нравится бабка 1 рубликов хорошо секундочку от от умения нет нас еще умений поэтому возвращаемся возвращаемся и значит куда мы с тобой идем тут были тут были вот здесь не были на болото пойдем а болото эти мало кто за короче мало кто в болото захаживал потому что всех ум ум есть то по болотам не шлятся место человеком не обжить а значит заселил их всякая нечисть с какой целью мы туда пойдем а где эти петровские болот который нам с тобой нужны проверить поля ладно пошли пашина болот на болотах что на болотах тина на болотах болот болотники на болотах ягодки какие-то вкусные он схватил змею за хвост размахивает ею из стороны в сторону по болоту во все стороны разносится свист рассекаемого змею и воздуха это затухающие то вновь усиливающий ну короче каждый развлекается как может давай подождем посмотрим что дальше будет затем как черт крутит змею над головой кажется ему никогда не надоест а блин как и знал что нападет с карапея выскальзывает из его лапы и летит а прямо на нас змея на растяжена хуже того за ней прискакиваешь его моё да что ж такое змея я-то причем не я тебя за хвост-то вертела яд охренеть так это так эту надо добивать эту прям надо вообще добивать прям по-быстрому ахалай-махалай сиди дома не гуляй так ну давай давай как-нибудь так попробуем ты видел да она мне за каждую мою это будет снимать по одной жизни нафиг мне это надо тварина позорная до меня забрызгает на тебе зубы твои все повыдергиваю так но мы-то под защитой но это тварина меня все равно сейчас попортит мы сможем с тобой так я про я проклята да я да так каждое прочтенное слово наносит вам одну идею видишь а как яд нам с тобой снять снимает негативный статус снимет с меня как думаешь давай попробуем я не знаю ух ты хорошо-то как вот сюда тебя папа папа и вот так если увидел видел 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 во снялось хорошо снилось может быть конечно я то не только на один раз накладывается но в любом случае все красиво все хорошо черт ну ты лучше бы ты со змеей там своей шел бы разбирался бы чем вот на меня нападать скотина такая шкачина шкачина такая недорезанная так мы его пробьем о чем мы переживаем ну давай на всякий случай вот так поставим пусть у пусть неплохо совсем неплохо бьемся пока давай не сглазь и давай там т.п. это сплюсь сплюнь там через левое плечо только не заплю никого вот и вот это возьмем и постучи по дереву что у нас не сглазь чтобы дальше с тобой также ровненько красивенько чудесненько шли хорошо до деревня усть кролка ну давай зайдем в деревню чему там в деревне не видели но может нас хлебом накормят молоком напаять на поздний час из деревни доносятся звуки удалого веселья оказывается затянувшиеся застолье после помощи превратилась в нестихающий праздник вы замечаете обеспокоенного хозяина который кажется уже давно готов расстаться с гостями давай предложим помощь потому что чё пугать-то деревню знаешь пуганные люди завил и хватает за факел нам это с тобой ни к чему давай помогать хозяину разогнать затянувшиеся застолье его недоверчивость испаряется когда после нескольких ваших норов поднимаются пары еще и бабки получили тревоженные крестьяне расходятся по домам хозяин награждает вас несколькими блюдами с угощения помощи хорошо видишь главное не боковать просто так а спокойненько сказать хозяин ураган нужен чтобы толпу разогнать нужен вот мы ему и сделали старые доходят слухи что в старой роще по сей день стать поганый пермятский идол идол давай зайдем к идолу почему поганый я не знаю может он типа попорченный какой-нибудь там сгоревший в залитых лунным светом притаился замшелый идол вы подходите ближе и видите что вокруг него перевязана новое полотенце окрестный лес замер в безмолвии но очень полезная информация поэтому покидаем местность поклонились еду хлебушечка положили и пошли дальше дальше мы с тобой идем на дорогу дожди тут были мы дальше идем вот суды или мы тут не были подожди а это болото это салманский такие же как и дорога на пятенек ладненько допустим допустим по болотам нам сегодня с тобой шлятся сапоги резиновые говорил тебе надевать надевая резиновые сапоги потому что не болото кругом идет в сторону пенсии сжимает в руках странное веретено от которого веет недоброй силой дед егор усмехается еще одна жертва пряхи я не знаю чем ей помочь она помощь как бы не просила можете хорошо ну давай блин вот за все вот всегда себе вот приключения на задницу и сюда не будем вмешиваться вы решаете не вмешиваться в дела пряну кто знает блин как гриб это мне грех дали или сняли грех я не пойму и запуталась ну ладно и нас снялось по моему или плюс один наоборот добавилась ай не вмешалась и ну и ладно упрячь и знаешь мы сами к пряхи идем неизвестно помогла пить все-таки он сказал что ты еду помогла то я тебе теперь не помогу мрачная роща рядом с домом пряхи мы с тобой почти дошли вот чувство я взгляд и будет что-то не то с высохшие еловые ветки свисает удавившиеся ухо вы не можете пошевелиться странный плот с размеренным скрипом покачивается на холодном ветру она умерла недавно не ну это не то это другая давай расскажем о теле в пентяге вы находите в себе силы дойти до пентяга и рассказать о мертвеце вы видите отчаяние в глазах христиан видно девушку здесь знали и любили ну вот там у меня грех один снялся чужие чужона повесилась что здесь чертовщина какая-то неладная пряха мне кажется она очень нехорошая смотри мы можем зайти сразу к избе пряхи или в село зайти а давай зайдем в село почему почему то я хочу вначале зайти в село давай вот мне интуиция вот шоу интуиция началось будем смотреть что тут интересного приветливую улицу этой деревни с ваших плеч будто спадает незримая ноша вокруг царит умиротворяющая тишина которая прерывается громким смехом и звуками гармонии когда вы подходите к концу вселенной подойдем поближе нам не тяжело многие пойдут и идут опять петь заставит ну давай никогда мне даже что ты грубишь то людям смотри какой девка красивая парень кучерявая дела твои скучи еще пять минут ты не убудет давай послушаем песню пять минут ну ладно и есть времени немного вы садитесь на заваленку и растворяйтесь в тюрьме что здоровье нас про это слушаем буквально чуть-чуть и присоединимся давай на этом мы прослушали хор села пентек а мы отправляемся дальше нет песенки потом можно включать и прослушивать вот так вот думаю мы на этом не будем сильно зацикливаться можем прям вот вот здесь все обойти а потом уже к избе прёхи прёхи пойти давай сюда что у нас желтовские поселения рядом с пентеком среди лесов и рождь выросло много деревень и деревушек этим место хорошее пойдем сюда прошу поют стройными рядами на незасеянном поле вы слышите размеренный стук лопаты подойдя ближе вы видите как крестьянин переносит граничный ров этот человек вздрагивает заметив ваше приближение он останавливает работу и отвлекает вас что значит переносит граничный ров то есть границы представлять у соседа отжал 15 метров земли пока никто не видел давай поговорим вообще-то да вот прям вот коса меня мамка называла егором блин сейчас вылезка что я он похож на этого мормоны да вот эти со шляпами в америке который там бороды носите 10 жен имеют прямом и в переносном смысле я не знаю ты меня кликнул я из говорить о чё надо-то вижу переношел то мы поняли поняли у соседа игры 15 сантиметров земли отхватил межил давай спросим а затем петровским не спокою не дают и не довешивают плутовничают только средь а он решил таким способом до отомстить говорил это никто не верит слова не дают сказать его что чары какие нахинь на окаянный я так плачу ой знаете чё я не знаю не оба хорошит как говорится ваши соседские дела я не знаю попортить петровских грех на душу обмануть мужика тоже грех на душу я не хочу никого портить поэтому с тобой просто уйдем а напасть зачем обманывать грех брать портить грех брать я хочу просто уйти ну вот потому что а даже ничего вот так вот даже нет не будет никакой подсказки типа вы решили уйти оставить мужика один на один да ладно давай знаешь как сделаем мы сейчас пойдем на обрыв а на обратном пути еще раз попробуем зайти на это поле сколько не путешествовал по черденскому есту а конца и края обрывом до падям нету а запад не ты говорит вообще-то горы есть я думала что что-то будет если я не буду помогать ни вашим не нашим но видимо нельзя посередине быть надо выбирать строки прочей растительности выделяется один красивый цветок он я на конец ну наконец-то подходите к цветку и обматываете его стебель серебряной нитью короче адам в голову взять слава бог смотри в 8 эти хилит замечательно давай еще раз на поле ага хрена там упустила 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 я ладно все готовимся идти к пряхи вот она изба пряхи изба колдуни стоит по отдаль от села пентек пряха шибко знатка про нее слава и до вильгарта дошла несколько девок за приворотом к ней ходили дед егор не делай а короче дед егор приворот не делать а пряха горит несите карманчики мои денежки и сделаю я вам приворот на заш как приворот делать знаешь как приворот делать берешь яблок разрезаешь пишет на бумажке имя суженого кладешь в яблочко завязываешь ниточкой яблочко насоска лишь как это и что-то там яблочко высушить так и этот высушится по мне вот и он тебя любит я в книге читала я же сама блин практически знатка чума так стоим страшно чем ближе вы подходите к дому пряхи все мрачнее становится лес умирающие остовы сосен и елей нависают над тропой словно безмолвные стражи то и дело мороз пробегает по вашей коже вы чувствуете что в этой части леса грань между мирами очень тонкая так хорошо давай с тобой очень внимательно осмотримся мы с тобой в первую очередь ищем траву мураву давай вот могила какую-то да есть травки ничего нету ближе значит передвигаем подожди есть трава нет травы пряжет нифига себе подожди пряжет конечно замечательно но неужели нету ни одной травы иди осмотри пряжу на тропе какие-то нити лежат яркие да уж а то мы не поняли ярко-зеленый странный кислотный цвет они идут и туда не идут всегда короче когда подходишь к новые этой локации там всегда какая травка будет лишь череп человеку хорошо ой хорошо иди сюда моя хорошая тут рабу точно можно собрать раз уничтожает а это классно уничтожает а эту защиту из вдалеке давай мрачное местечко того пробег слава дурная и идет что живут они хрен знает где они в элитных поселках типа порвихи человеческий череп черепу висящему у входа и все так начиная голова начинает дергаться а истлевшее око в одной из глазниц приковывает вас взор и прикинь у бабки система видеонаблюдения очень классная классный вор вообще обосрется доме не воровать не захочется о здорово и знатки слышишь белая голова тебе говорит ну хоть какая-то забава ой какой голос классный я обожаю этого озвучка вижу плохо уже чё там задет знакомый как будто пропустишь до пряхи то и обсохоты да только она требует знатки проверять а блин моя бы воля я бы вообще тут не висел ну чё поделать какая разница что тебя черви в могиле будет жрать что-то хоть на мир посмотришь людей увидишь в сказке я загадаю тебе три загадки смотри-ка мне будет загадки загадывать горлом не доделаны пропущу тебя и загадки не мой конек а коли откажешься а не смогешь вырву глаз один охренел как раз не хватать я сейчас с тобой в футбол буду играть мозгов тебе не хватает тоже давай подожди осмотримся еще вокруг сначала осмотреться давай подожди сейчас мы осмотримся до конца а потом уже будем это глаз лишаться потому что я видел вот там травку это трава это трава давай 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 возьмем и и тесто приказа один не значит чет новенькая ну хоть ним вот немножечко немножечко так сказать это поднабрали дед егор страшен как черт как тебе избушка не это не лакшери на что уютнее будет поютнее он с черепом тем поговорить а так просто не зайдем а ты не хочешь поговорить а ты ж старый мудрый ди вечно чё-то пряха выдумает поспрашиваем поспрашиваем череп с черепом то поговорить а это колдун бывший вот не повезло то обычный люд с ним вряд ли беседы сможет беседовать а мы и знатки и не такое умеем саш подохнуть потом твою голову череп на череп твой берут на колу насаживать еще блин вечность работаешь я так не хотела это эти черепа болванчиками а сейчас вона чё проверка ну лучше тебе ее пройти она с тобой не знакома а я эту бабу давно знаю так пряха пряж давай про пряжу спросим который валяется да вижу простой лют вообще ничего не видеть как обычно простой лют в глаза долбить они пряжей этой связаны с пряхой это колдовство сильное это темные ты лучше с привратником потолку пора очень не это не объяснил ты мне особо пряху давай спросим это еще знать надо чиха ты это и векше все ее черепа докладывают лишнего не сбалки я поняла я поняла рот на замок пойдем суды а вот это черепа обереги черепа тут всякие до обереги ну давай череп попробуем давай попробуем давай согласимся задать вопрос давай спросим сначала на мои вопросы ответь какие-то вопросы у меня для тебя ответов только вопрос как хитрый одноглазый джек блин давай пробуем будь по-твоему загадывай короче слушай девка первую загадку слушаем стоит село все заселено по утрам петухи поют а люди не встают ну казармам бы встали бы по 2 за 2 секунды кабаке я думаю глаза свои пьяные разодрали я предположил сразу кладбище я пишу кладбище а если ты знаешь думаешь какой-то другой ответ пиши в комментариях ну выбираем кладбище убираем говорю я одно отгадала пропускай меня утрам не встают мертвец и на кладбище уже я-то знаю можешь проходить а можешь еще погадать давай попробуем отгадать да мне прикольно не знаю вы угадали или нет мы чтобы уже одну отгадали и поют сухо дерево везут заехал не выехать никак во им чеки поют сухо дерево везут во им чеки что такое сухо дерево везут доехал в ухаб не выехать никак ну давай во им чеки поют сухо дерево везут заехал в ухаб не выехать никак так рубка избы масленица не думаю знаешь во им чеки поют я думаю когда кто-то помирает да кто-то сухо дерево везут гроб заехал в ухаб типа в эту давай похороны выберем а вот папы и думал девки какие поют я поняла твою тенденцию тебя все куда-то в негатив скатываться никакой доброй загадки про дуванчик про солнышко там еще про чё-нибудь все мы услышим но не скоро можешь проходить а можешь еще погадать давай последняя 203 отгадал я ум ну как бы игла с ниткой самая логичная паровоз вряд ли самовар тоже давай иглу с ниткой выбирать ответ игла с ниткой верно отгадала ишь ты хорошо я рад что я отгадал честно я думаю завалюсь от загадки не моё а все же дальше отгадывать без глаз так интересно ради ну последнюю сам и идем в дом пряхи нет дальше пошли в дом пряхи на хорошей позитивной ночь мы все отгадали пошли в дом пряхи у него целый сборник этих загадок в мозг закачан и чё ж я буду все отгадывать нет пошли спрях и знаком однако у тебя ковролин из колев крутой тип это кто ноги не вытер тут задницы на кол сел здорово капиталина ивановна капиталина иванов как угодно представляла но вот не так вот здрасте но здравствуй егор я власть бы встала голос пряхи тихие вкратчивый как шелест страниц черной книги помнишь лишнее болтать не надо вот сиротку свою привел тоже знаткой стала недавно помогай господь капиталина ивановна не вот смотри ты чё на пюрешку мешал у нее картошка налипло что это затрон такой ладно я и умеющие не занимать да я слышу твоя молодец знатким быть не только с знатся но зачем пожаловали уж на это не проведать старуху над наверное вероятно ну как бы да как бы нам посеку ну а мертвая девушка давай все по порядку спросить про череп привратником вашим что это за череп да колдун какой-то пропащий эритник прости вот срок еще свой на земле не отмотал вот и подмогает по хозяйству прикинь да даже после этого после смерти приходится работать я не хочу после смерти работать я хочу чилить отдыхать давай про пряжу спросим хотела что за пряжа то у вас в избе да вокруг нее это колдовство тебе пока не понять василиса поживешь с моим тогда и научишься может быть от тебя не чертей за молоком гонять ладно мертвую девушка видели мертвую девку в виллисовой роще о томар наверное денег на приворот не было небось от отчаяния удавилась бегу себе да так она не приворожила парни тут дурка как господи но не привожу другого вы нашла все что так а ладненько погнали по опояски мертвую девку жалко ради любви вешаться нельзя надо жить на зло так сказать пошли торги дед егор предупреждал что спряхой нужно быть на стороже что же и ответить давай похвалим опояски сим у ездит и толкуют что пояски баски сплести вы умеете капиталина ивановна так и есть все вот все рукодельницы любит когда хвалит их работ даже саму всрату хвалите им будет приятно вы пришли пояса я добрые злать могу знаткой ты стал а пояску я тебе дам наговоренный спасибо и чё ты сбесекает своими делать сама не знаю господи хоть в банку засовывать до соли еще знать хочет да я и сама не знаю что буду делать со своими бесами сильнее с ними стану мучить без а блин зачем нам бесов мучить давай скажем что мы станем с ними сильнее блин так знала так и знал что не не любит бабка бесов никогда чертям не верь сожрут не жуя понятно девка твоя видать такая же как ты ничего то вам так просто не надо все прихитряетесь до чё да полин опять с кривохвостами да нет дам я вам пояс только не надо задорого учениц помогу но и ты потом моему ученику поможешь прикинь у нее ученик есть мужик сидит тоже вяжет вяжет пояса вот сроду бы не подумала согласно хорошо хорошо а поездка которую шила колдунья один из предметов необходим для освобождения девушки с бане мы с тобой добыли замечательно аукнется нам это слово вот черт дери но точно так будет замечательно даже не дрались даже денег не заплатили ни копеечку хорошее путешествие было доброе так сказать и чертей погоняли хвосты им покрутили пояску добыли ой не говори хорошо ну чё ты ё-моё но ошибочка вышла помогать придется оболен и чё ей от нас знать ладно пояс заполучили теперь решим что дальше делать какие у нас варианты собрала все нужные предметы теперь можете невесту идти вызволять под полок разве туда идти нельзя книгу у тебя теперь ты и колдунья уже не такой сильный обдериха дух серьезный вот с кем нам придется драться сильно уж и кожу задрать да так что оглянуться не успею не надо мне кожу стирать я без кожи буду некрасивая этому вася подготовься как следует а как может что спросить хотите я хочу побольше травы обряд давай про обряд спросим надо провести ты мне такого не рассказывал а я с бани подмененных и не спасал у тебя хоть какие-то знания то должны быть уже на интуитивном уровне что ли действовать должна под полок придется вам спуститься так там вас баница то и испытать так предметы нужные есть смекалку не забудь со мной всегда что спросить хотите давай про бани кто такая-то обдериха это вот куда это взялась ну кто же ее знает все это по-разному они появляются говорят когда 40 детей родиться в бани вот тогда там баница ты обзаводится вот видал сейчас видимо баница все перевымерли потому что вряд ли кто-то 10 блин в бане рожает хотя кто его там знает может это не случайно мы поспрашиваем обдерихе больше ничего вроде давай в путь нажмем путь заправляться смотри так черти тут появились я хочу по посетителю давай блин блин давай быстро глянем какой нам путь с тобой предстоит изба что у нас здесь ваше местоположение орловская роща заводь дорога усадьба старые бани ну такое себе такое себе ладно это мы с тобой потом сходим а еще у меня погоди жизни так мало стал 33 не поняла черти меня что ли мучают хорошо потом разберемся а мы сейчас с тобой давай быстро посетители выслушаем 1 смотри какое крутой молодуха пришел на месте что что там перекрестись тогда уже не при делах вон василису упрашивай ох да что ж за жизнь у нас такая то голод то война не говори земляне это не рады людям ничего пока молочко хоть корову дает о чем бишь я деньгами пришел хорошо рассказывать я шел по бы не вской дороге там по за речкой темно страшно а тут как за стучит и пронесло счет мимо как вихрь муж коза к детям своим всемирым козлятам спешила же помощью добрался посмотрю что там за без все хорошо он не добился ты меня заговорил такая ага да плевать подвескать и землю матушка дерут когтями ты меня говорит заговорить что лучше крестного знамени нет ладно уж пошепчу раз пришел мы пошептали мы пошептали с тобой дают сюда зайдем о вернулись и черти проклятые опять все просрали вот и на этом остановимся нам с тобой в принципе в следующий раз предстоит большой путь до бань видимо там опять будет супер бой но это будет уже не сейчас а в следующей серии а на этом все всем огромное спасибо за просмотр ставьте ваши лайки пишите комментарии подписывайтесь на канал всем пока пока